В эфире нашей телекомпании программа День города в студии Оксаны Тебенихина. Мы приветствуем наших зрителей. Этот выпуск мы подготовили специально для вас. Смотрите в ближайшее время. Деньги, выброшенные в окна фирмы «Экопласт», обманувшей тысячи россиян, прекратила свое существование. Петицию с требованием распустить сборную России по футболу подписали более 800 тысяч человек. Сотрудники полиции задержали злоумышленников, подозреваемых в выращивании и подготовке к сбыту большой партии марихуаны. В Спасском районе проводится проверка по факту гибели москвича на подводной охоте. Трагедия произошла в ночь на 10 июля. По предварительным данным, мужчины вместе со своим знакомым, жителем Спасского района, приехали на реку Ака, недалеко от деревни Красный холм. Мужчины занимались подводной охотой. Во время нахождения под водой местный житель, думая, что стреляет, сама выстрелил в москвича. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Сейчас проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято законное обоснованное процессуальное решение. Оконная фирма «Экопласт», которая обманывала рязанцев, заключая с ними договоры и не выполняя обязательства, прекратила свое существование. На сайте компании размещено объявление, что фирма приостановила свою деятельность. Рязань не единственный город, где остались обманутые заказчики окон. Фирма «Экопласт» также действовала в Ростове-на-Дону, Саратове, Шахтах. Массированная реклама, громкое открытие, прием заказов и сбор денег, а затем резкие перебои с поставками и внезапное исчезновение. Возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по статье «Мошенничество» доказано полторы тысячи фактов обмана. Однако счета фирмы пусты и, возможно, пострадавшим не удастся получить назад свои деньги. Наша телекомпания уже освещала эту тему и вновь к нам обратились резанцы, чтобы мы им помогли. Семья Крупуновых устанавливала окна на даче дважды. Первый раз оплаченные окна супруги так и не увидели. Оконная фирма, которой они заплатили ни много ни мало, а именно 80 тысяч рублей, ушла в подполье. В том году они нам окна вставили, и я довольна этими окнами. Решили вставить второй раз, и получилась такая ситуация, что ни денег, ни окон, и нет этой организации. Самое главное обидно, они приехали замерять, они на даче все разломали, все покидали, и никаких результатов, просто обидно. И нам сейчас вот дочь родила, ребенок маленький, и мы на дачу пришлось в другой фирме заказывать окна, еще деньги платить, чтобы ребенка вывезти на лето на дачу. Вообще кошмар. И концов не найти. Как будто мы живем не в российском государстве. Мы остались беззащитные все, не только мы, а все. Супруги станут не первыми и не последними пострадавшими, кто остался без окон и денег. Только в Рязани жертвами мошенников стали более 60 человек. Пришли, замерили, тоже расковыряли. Но я думаю, я за наличку не буду, я лучше в кредит возьму. Потихонечку буду оплачивать. Прошел две недели, прошел месяц, пришла сюда, а тут написано, здесь работают мошенники. Так, кредит я оформила на 25 тысяч. Кредит на 30 тысяч у меня, два окна вышло. Я заказала их 17 декабря. Пришла я сюда, значит, звонила периодически, мне сказали, то в Москве на заводе оборудование меняют. Если, подождите, вот у нас такие задержки, мы все задолженности, вот эти вот, неустойку выплатим, то в Ставрополе там что-то машины, в общем, не привезли доставку, короче, это самое. А когда я сюда приехала, мне девушка уверяла, что поставим. Потом через некоторое время опять это прошло, может, неделя-две, я приезжаю, здесь уже написано на дверях, вот у меня в телефоне есть вывеска. Здесь работают мошенники, обращайтесь в полицию. В полиции нам прислали вот такие вот постановления о том, чтобы отказать в возбуждении уголовного дела. Вот сколько людей здесь пострадало. Города, где недобросовестная фирма оставила свой след – Москва, Ростов-на-Дону, Саратов. Уже несколько месяцев как рязанский офис компании закрыт. Люди написали заявление в полицию, но надежды на то, что им вернут деньги почти нет. Счета фирмы пусты. Стоит направить претензию по адресу нахождения данной организации, насколько я знаю, она зарегистрирована в Волгодонске, и в дальнейшем, в случае не получения даже ответа, у вас есть шансы для обращения в суд. Главное, чтобы эта организация работала, и в дальнейшем предъявление иска заставит, наверное, обратить внимание на данную проблему. Взыскание убытков можно требовать, компенсация морального вреда. Если будет нарушен добровольный порядок, то вы в праве, уважаемые потребители, в праве требовать взыскания штрафа в размере 50% от всех присужденных сумм. Фирма действовала по отработанной схеме во множестве городов, но лишь в Волгодонске дело довели до суда. Как теперь людям вернуть потраченные деньги, а главное, помогут ли им в этом правоохранительные органы, пока остается под вопросом. Петицию с требованием распустить сборную России по футболу подписали более 800 тысяч человек. Расформировать сборную России по футболу в нынешнем составе, как не оправдавшую надежд. Набрать новый состав, а на сэкономленное построить футбольные поля и заниматься подрастающим поколением, говорится в обращении. После того, как петиция соберет 1 миллион подписей, ее направят в правительство Российской Федерации, Минспорт и Российский футбольный союз. Напомним, сборная России по футболу заняла последнее место в группе на Евро-2016 и не смогла выйти в плей-офф. Она заработала лишь одно очко за всем матча, сыграв в ничью со сборной Англии. Подписали ли петицию наши земляки и поддерживают ли они инициативу распуска сборной? Одобряем. Я тоже одобряем. Почему? Выступать надо лучше, тренироваться и подходить ответственно. Нужно распускать, конечно. Вы принимали в этом участие? Да, я принимал в этом участие. То есть вы проголосовали? Конечно. Я поддерживаю. Я, в принципе, согласен с компетенцией этой петиции. То есть я думаю, что это правильно. Потому что она зажратая уже и все такое. Сборная? Сборная, конечно. Ну и Россия. Ну, сборная больше. Что может помочь нашему футболу? Переезд в Северную Корею. Да? Вы думаете? Да, там же игроков ссылают в шахты, если они не выигрывают. Я думаю, нормальная схема для нас. Футбол не российская игра, не русская игра. У нас своих игр достаточно. Та же лапта, тот же хоккей. Разгонять их нельзя. Играть-то кому-то надо. Но наказывать за это надо. Некоторые игроки нашей сборной себя уже сами, конечно, наказали. Кокорин и Мамаев, закатившие вечеринку в одном из клубов Монте-Карло после того, как российская команда вылетела из чемпионата, потратили на этот праздник жизни около 250 тысяч евро. Этим самым они вызвали еще больше недоверия у русских людей, в том числе и у рязанцев. Это хорошо. Хорошо, что их распускают. И особенное пожелание, чтобы Кокорина, конечно же, распустили тоже. В сети даже по этому поводу появилась пародия на наших веселых футболистов. Клип сняла одна из российских музыкальных групп. Не можем играть, будем пить! С Павликом пить, с Павликом пить, с Мамаевым-тирэп пить, с Шуриком пить, с Шуриком пить, с Кокориным-тирэп пить. В то время весь мир обсуждает поведение других, более именитых футболистов. Лионеля Месси, решившего уйти из сборной после неудачного выступления, и Криштиану Роналду, расплакавшегося от того, что не сможет продолжить игру в финале из-за травмы ноги. Видно, что эти люди ценят, любят свою профессию и признают свои промахи. Возможно, российские болельщики хотят увидеть именно такое отношение и родной сборной к своей работе. Сотрудники полиции задержали трех злоумышленников, подозреваемых о выращивании и подготовке к сбыту большой партии марихуаны. Оперативники уголовного розыска получили информацию, что 28-летний житель Рязани причастен к сбыту наркотических средств растительного происхождения. В ходе проверки эти сведения подтвердились и появились данные, что распространением наркотиков рязанец занимался вместе с компаньоном. Им оказался 27-летний мужчина. При встрече подозреваемых на окраине Рязани полицейские задержали злоумышленников. При личном досмотре у рязанцев изъяли самодельные контейнеры, в которых, как позже установила экспертиза, хранилось более 9 граммов гашиша и 7 граммов марихуаны. В дальнейшем оперативники вышли на третьего злоумышленника 29-летнего рязанца. Его с 10 граммами гашиша задержали недалеко от центра Рязани у офисного помещения, которое, как выяснилось позже, злоумышленники снимали для своих нужд. В офисе был установлен компьютер, подключенный к сети интернет, с помощью которого, как предполагается, компаньоны связывались с потенциальными покупателями наркотиков. Как выяснили оперативники управления уголовного розыска регионального МВД, у одного из злоумышленников был частный дом в селе на границе Рязани. В ходе досмотра там было обнаружено оборудование для культивирования наркосодержащих растений, с которого срезали 137 кустов конопли. Также полицейские обнаружили в доме большое количество расфасованной в пакеты растительной смеси и пастообразной массы. Экспертиза установила, что в доме было приготовлено к сбыту 12903 грамма марихуаны и 85 граммов гашиша. В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела. В минувшую пятницу все рязанцы отпраздновали День семьи, любви и верности. Но гуляния проходили не только в областном центре, но и в других муниципалитетах, в частности, в Клепиковском районе. В Рязанской области прошел восьмой межрегиональный фестиваль молодых семей «Мама, папа, я». В нем приняли участие 60 семей из 14 муниципальных образований Рязанского региона, а также Брянской, Курской, Московской, Тамбовской и других областей. Фестиваль проходил в формате туристического палаточного лагеря. Участники смогли пообщаться со специалистами социальных служб, психологами, юристами, педагогами посетить мастер-классы, в частности, посвященные вопросам отношений в семье. В программе фестиваля приняла участие и организация защиты детей от интернет-угроз. В последнее время вопросы взаимоотношений совершеннолетних и глобальной сети являются особо актуальными. Участились случаи, когда дети попадают под влияние мошенников и преступников. Представители организации провели семинар и анонимные консультации, чтобы еще раз напомнить родителям о правилах детского интернет-пользования и их безопасности. Все участники получили памятки о способах защиты детей от интернет-угроз. В субботу в селе Новоселке Рыбновского района прошел традиционный гастрономический фестиваль «Малина». В гости фестиваль пригласил гурманов, и не только уже в десятый раз. Главной героиней вкусного уикенда стала, конечно же, малина. Тем более, что жители Новоселка знают толк в ее выращивании. На праздники всежелающие смогли посетить подворье жителей села, выведав секреты получения хорошего урожая и удивившись необычности сортов ягод. Раз, два, три! Пьем капот! Ура! Более 400 человек приняли участие во флэшмобе «Пьем малиновый компот», который прошел в рамках фестиваля «Малина» в минувшую субботу. Он стал запоминающейся, но отнюдь не единственной составляющей праздника, посвященного одной из самых сладких июльских ягод. В этом году фестиваль прошел в селе Новоселки Рыбновского района уже в десятый раз. Однако многие до сих пор не знают, почему именно это село выбрано малиновой столицей нашей области. Так исторически сложилось, что в Новоселках очень давно занимаются выращиванием этой замечательной ягоды. Практически в каждом подворье есть свои определенные сорта, плантации, скажем так, участки. И говорят, что даже раньше малину из Новоселок выставляли на императорский двор. Поэтому площадкой фестиваля выбрана именно Новоселки. В этом году гостям фестиваля предлагали увидеть жизнь в малиновом цвете, попробовать разнообразные сорта этой чудесной ягоды, узнать больше о ее полезных свойствах и, конечно же, отведать малиновое варенье, свареное на открытом огне. Уже где-то литров девять варенье съели. Мы угощали сегодня всех. Варили на пне, на открытом огне. Поэтому варенье получилось необыкновенное, с запахом, вы знаете, какой-то старины. Такое впечатление, что в русской бане, когда то я пробилась по-черному, пили чай с вареньем. Когда мы говорим о том, что можно приготовить из малины, почему-то на ум ничего, кроме варенья, не приходит. Однако здесь, на фестивале в Новоселках, мы узнали, что с использованием этой ягоды можно приготовить множество блюд, в том числе и пиццу. Малиновая пицца на открытом огне с баварским заварным кремом. Шеф-повару Андрею Владимирцу в ее приготовлении активно помогали самые маленькие гости праздника. Ну а взрослые внимательно слушали и запоминали рецепт необычного блюда. К слову сказать, Андрей знает множество рецептов малиновых блюд. В их числе есть даже плов. Для приготовления плова часто используют изюм, чтобы он придавал определенную сладость продукту. Вот. Я решил вместо изюма использовать малину. Она тоже очень хорошо справляется с этой задачей. Организаторы постарались на время фестиваля превратить село Новоселки в одну большую интерактивную площадку, на которой люди смогли бы не только вдоволь наесться малины и насладиться свежим воздухом, но еще и пополнить свой багаж знаний. Так что помимо гастрономических удовольствий гостей праздника ждали многочисленные мастер-классы, интеллектуальные конкурсы и викторины. На этом мы завершаем наш выпуск. Благодарим зрителей за внимание и прощаемся с вами до завтра. Смотрите нас на Рязанских кабельных. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова